Девушки отдыхают Девушки отдыхают Гражданским кодексом. Для чего же тогда пишется завещание, как оно составляется и что в нем прописывается или необходимо прописать? Во-первых, завещание составляется лично гражданином, то есть он сам выбирает тех наследников, которые будут наследовать его имущество. Соответственно, завещание составляется только полностью дееспособным гражданином, то есть совершеннолетним, не лишенным дееспособности в судебном порядке, полностью осознающим совершение этого действия, владеющим каким-либо имуществом и который хочет действительно распределить свое имущество на день своей смерти таким образом, каким бы ему хотелось это видеть между его наследниками, так скажем. В тех долях, как он хочет, в пропорциях, тот вид имущества, может быть возложить на них какие-то обязанности, а может быть и лишить наследников наследования, те, которые, допустим, недостойны, как на его взгляд, наследовать то имущество, которое он нажил за период своей жизни. Что для того нужно, чтобы составить завещание и правильно его оформить? Для того, чтобы составить завещание, надо, конечно, обратиться к нотариусу, потому что завещание, составленное не у нотариуса, не имеет никакой юридической силы. Поэтому, придя к нотариусу, надо просто взять с собой документ, удостоверяющий вашу личность. Обычно это паспорт. Для того, чтобы составить завещание, нотариусу даже не нужно предоставлять документы, подтверждающие факт владения вот этим имуществом, которое у вас есть на сегодняшний день. Можно распорядиться даже тем имуществом, которым вы на сегодняшний день не обладаете, не являетесь собственником, а которое вы намереваетесь, допустим, приобрести в будущем. И нотариус не имеет права вам отказать даже в этом. То есть завещание можно составить на любое лицо и на любое имущество. А что такое публичное и секретное завещание? Вот мы как бы знаем эти картинки, когда в кинофильмах собираются родственники, садятся перед юристом, нотариусом, он скрывает это завещание. Вот это секретное или публичное? Чем оно отличается? Оно называется закрытое. Закрытое, да? Обычное завещание, это составляется у нотариуса. Нотариус сам составляет проект документа, но составляется оно со слов завещателя. То есть завещатель, придя к нотариусу, беседует, объясняет, какое имущество, кому, в каких пропорциях он хочет завещать. И нотариус на основании его желания составляет это завещание, проект, который завещатель читает, соглашается, не соглашается, вносит какие-то поправки и потом уже нотариус удостоверяет это завещание. А закрытое завещание, это завещание даже такое, которое даже не знает нотариус, о чем идет речь в том завещании. То есть нотариусу предоставляется документ, который нотариус не читает, не знает, что написано. В присутствии двух свидетелей это завещание помещается в конверт, запечатывается. Завещателю выдается свидетельство о том, что он составил такое закрытое завещание. Это завещание хранится потом у нотариуса вплоть до смерти завещателя. Конечно, оно тоже, как и открытое завещание, публичное, как вы назвали, может быть, тоже отменено самим завещателем при его жизни, изменено. Но при этом текст этого завещания не знает никто, кроме самого завещателя. То есть завещатель может расписать все, что он считает нужным в таком завещании. Но нотариус должен обязательно, конечно, предупредить завещателя о том, что должно быть составлено, во-первых, корректно завещание. Во-вторых, не должно иметь двусмысленного трактования, чтобы потом в будущем не возникло у наследников проблем по его применению и не надо было бы обращаться в суд за его толкованием. Поэтому, когда составляется такое закрытое завещание, нотариус, конечно, тоже проводит определенную беседу, консультирует завещателя. Но при этом нотариус, что при первом завещании, что при втором завещании, несет ответственность за тайну совершения нотариального действия. То есть даже если вы составили у нотариуса завещание публичное, открытое, так скажем, открытое для нотариуса только и завещателя, все равно об этом не станет известно общественности, третьим лицам. Нотариус, в соответствии с законом, несет ответственность и разглашать сведения, полученные им в ходе его работы, не имеет права. Вы уже упомянули о некоторых правилах при составлении завещания. Может быть, еще поподробнее и в каких случаях оно может быть оспорено? Есть ли какие-то нарушения правил составления завещания, которые могут его потом отменить? Скажем так, что завещание – это документ строгой формы. Он имеет определенные требования законодательные, поэтому если документ составляется, конечно, у нотариуса, нотариус уже заранее знает, какие надо соблюсти условия, требования к этому завещанию. Соответственно, завещание составлено у нотариуса, по идее, к форме его проблем не должно возникнуть к требованиям. А вот если возникают споры уже потом у наследников после смерти завещателя, в связи с тем, что частенько такое бывает, вот бабушка была уже или очень старенькая, она не понимала, что она делает, или он состоял на учете ПНД или еще где-то. Какие-то возникают нюансы или родственники считают просто себя обделенными, обиженными. Они пытаются какими-то путями обжаловать, допустим, данный документ в судебном порядке. Но опять-таки, что такое обжаловать документ? Можно обжаловать любой документ в принципе. Что завещание, что дарение, что куплю-продажу. То есть если вдруг возникают какие-то нюансы после составления документа, то есть если человек при жизни его составил и сам его не отменил, и жил с этим документом определенное количество времени, и после его смерти документ вступил в силу, наследники пришли, прочитали, ознакомились с данным завещанием, и поняли, что их лишили, допустим, наследства, Конечно, многие обращаются в суд, пытаются оспорить завещание, но опять-таки оговорюсь, что если завещание удостоверяет нотариус, нотариус обязан проверить дееспособность гражданина, прежде чем подписать завещание. Мы беседуем не только на тему завещания, мы проводим различные беседы, чтобы действительно удостовериться, что человек понимает, что сегодня, допустим, за окном апрель, а не декабрь, что он живет в таком-то городе. Но он не должен приносить какую-то справку, это определяете вы его дееспособность? Справку он не должен приносить, во-первых, мы запрашивать тоже не можем, ну и, во-вторых, это было бы тоже некорректно гражданину попросить принести справку о том, что вы не состоите на учете у психиатра. То есть где-то может это кого-то обидеть. Законодатель не запрещает нам, конечно, вы можете прийти к нотариусу, пожалуйста, и с такой справкой, пожалуйста, никаких проблем нет. Но если вы приходите, обычно, в ходе беседы, мы проверяем эту дееспособность, бесед, в ходе обычного разговора понимаем, что человек отдает отчет своим действиям, он понимает, какие будут последствия. Поэтому нотариус, прежде чем подписать, уже проходит тоже какой-то психологический, подписать документ, психологическую какую-то подготовку, и мы уже сами по себе действительно уже становимся какими-то уже психологами, уже я не хочу говорить психиатрами, потому что в ходе практики уже вот таких граждан вычисляешь моментально. И если ты засомневался, можно отложить совершение нотариального действия, дать человеку какое-то время подумать, побыть дома, привести мысли в порядок, и встретиться завтра, послезавтра. Бывают и такие случаи. Вот вы упомянули слово «дарение». Скажите, что лучше, может быть, как юрист или просто как человек, это дарение или наследование по завещанию? Каждый считает по-своему. Для кого-то хорошо дарение, для кого-то удобно завещание. Что такое дарение? Многие путают понятие «дарственное завещание». И когда начинаешь объяснять уже последствия заключённой сделки, что такое завещание и что такое дарение, завещание вступает в силу только после смерти завещателя. При жизни имущество, которым он распорядился на случай смерти, остаётся принадлежать ему, и он остаётся собственником этого имущества. Никто не может претендовать и его каким-то образом подвинуть в его правах. Конечно, он, получается, имеет полное право распоряжения этим имуществом. Он может сегодня завещать, а завтра продать этот дом, к примеру. И никто не властен над ним. А в случае, если это будет дарение, тогда, соответственно, после государственной регистрации такой сделки, собственником становится то лицо, кому подарено. У нас двусторонняя сделка дарения. Один дарит, другой принимает в дар. И, соответственно, после того, как он принял в дар, он несёт на себе бремя собственника, но и в то же время права собственника. Он имеет право это имущество и продать, и обменять, и подарить точно так же, не спрося уже на это позволение дарителя. Потому что сделка безусловная, безвозмездная. Условия никакие при дарении не ставят. То есть бывает, что приходят граждане и просят дарение с условием каким-то, допустим, предоставить пожизненно, пользоваться, или досмотреть, или потом похоронить. Но это они подменяют понятие другой сделки. Есть такое понятие, как рента. Это уже другой договор, другие условия. Нотариус тоже разъясняет, помогает в беседе. Поэтому прийти к нотариусу на консультацию сейчас несложно. Консультация у государственных нотариусов бесплатная. Пожалуйста, милости просим, приходите, мы вас проконсультируем и объясним. А в завещании можно написать только переход собственности или какие-то условия? Допустим, условно говоря, у меня есть диван и кошка. Я хочу, чтобы тому, кому я завещала их, не делали так, чтобы кошка царапала диван. Можно ли прописать? Да, в завещании, в принципе, можно указать и такое. Можно назначить исполнителя завещания, сделать завещательное возложение каких-либо обязанностей. Понятия могут быть разные. Бывают такое, что частенько такие случаи бывают, о том, что бывают коллекционеры, хотят, чтобы их коллекция продолжала, чтобы в музей передать их коллекцию. И возлагают на наследников обязанность передать, допустим, в музей какую-то коллекцию. Там, орденов, или там, значков, или марок. То есть, ну, неважно уже что. То есть, пожалуйста, это всё можно сделать завещанием. Можно подназначить наследника. То есть, когда завещатель приходит и делает завещание на нескольких лиц, ну, никто не гарантирует, что эти лица переживут самого завещателя. В жизни разное случается. Поэтому бывает и так, что завещатель может указать нескольких лиц, но в случае их смерти или в случае, наоборот, непринятия наследства, бывают и такие случаи, подназначается наследник, что если тот умирает раньше завещателя или не принимает наследство, наследовать будет такой-то и такой-то. В завещании, конечно, обязательно указывается фамилия, имя, отчество наследника и дата их рождения. Потому что бывает у нас имена и отчество совпадают. Фамилия Иванов, допустим, очень распространённая. Иванов Иван Иванович вообще, наверное, не поддаётся описанию. Поэтому, когда практика показала, что надо обязательно указывать дату рождения, то есть, чтобы можно было действительно идентифицировать самого наследника, вот это требование к завещанию тоже. Ну вот, завещания нет, человек уходит в мир иной. Что говорит о праве наследования Гражданский кодекс? Какая очерёдная? Есть ли какие-то вот эти ступени наследования и, может быть, доли? Ну вот, с 2002 года законодатель нам расширил круг наследников по закону. До этого круг наследников было всего три очереди. На данный момент сейчас семь очередей наследования. Это уже и не родственники могут быть, да, в конце, наверное, на последней очереди. Последняя очередь, да, вы правы, это уже не родственники, это уже очень дальняя, так скажем, степень свойственников, я их как называю. Но в данном случае семь очередей действительно это очень большой список родственников, которые дойдут до этой седьмой очереди, как раньше говорили, да, там третьего колена, четвёртого колена родственники. То есть первая, вторая очередь осталась неизменная, такая же, как была ещё при Советском Союзе. Наверное, все их знают, этих первая, вторая очередь, кто наследует. Соответственно, каждая последующая очередь призывается к наследованию только тогда, когда нет предыдущей очереди. То есть первыми, конечно, наследуют дети, родители, супруги. В случае, если нет детей, дети не дожили до смерти своих родителей, тогда наследуют внуки по праву представления, то есть дети детей. Вторая очередь наследования — это братья-сёстры умершего и, соответственно, по праву представления племянники в случае смерти их родителей. Третья очередь наследования. Мы можем, конечно, долго продолжать. Я не думаю, может, вам не надо так всех про... Проговаривать нет, наверное, всё-таки не нужно. Я думаю, что те, кто будет уже этим интересоваться, уже придут когда на консультацию к нотариусу, уже сами узнают об этом. Скажите, пожалуйста, я понимаю, что вопрос, наверное, не к вам, вы всё-таки юрист, но тем не менее вы сталкиваетесь с кругом проблем, связанных с наследованием. Сколько стоит наследство? В каком у нас налог? Ой, у нас налога вообще нет с наследования. То есть если человек получил, он получает ровно в том виде, в каком он его припринял этот дар, да? У нас есть понятие оформления наследства с взиманием государственной пошлины, и есть понятие налог с наследования. Вот наш законодатель от налога с наследования наследников освободил. У нас налог не платится вообще, налоговая инспекция. Но при оформлении наследства, конечно, взимается пошлина в государство. Но она настолько минимальна, это для наследников в первую очередь 0,1%, а для всех остальных аж 0,3%. То есть это очень маленькая сумма по сравнению, конечно, даже с ближайшими государствами, с которыми мы соседи. Поэтому оформить у нас наследство очень недорого. И есть, конечно, действительно большая категория лиц, которые вообще освобождены от уплаты за оформление наследства. Ну и, может быть, последний вопрос. Вы, как юрист, что, во-первых, посоветуете самому человеку, каждому гражданину задуматься о том, стоит ему оформлять завещание или не стоит? Конечно, мы все считаем, что мы будем жить, и будем жить долго и счастливо, и мы желаем всем этого, но, тем не менее, наша жизнь конечная, она может трагически оборваться для каждого из нас. И что бы вы посоветовали тем, которые вступают на наследство? Потому что понятно, что люди в стрессе, но, тем не менее, жизнь тоже не заканчивается. Ну, на мой взгляд, конечно, лучше при жизни подумать о том, чтобы избежали ваши родственники, ближайшие каких-то споров. Все-таки это ваша воля, которую надо уважать им. Поэтому, если вы сами придете и определите, кому, что, зачем и почему, я думаю, если хорошее воспитание, правильное было в семье, не возникнут никаких споров, воспримут вашу волю так, как она и есть, получат это наследство в тех пропорциях, как вы завещали, и никаких проблем не будет у ваших родственников. Для других составление завещания, может быть, это обременительно. Поэтому, в принципе, если у вас есть ближайшие родственники, дети, муж или жена, родители, не переживайте, ваше имущество никому не достанется, достанется все равно вашим ближайшим родственникам. Только распределит доли и распределит это имущество законодатель, так, как указано в Гражданском кодексе. Конечно, человек умирает, конечно, не до того. Горе и так далее, вы правильно сказали, но Гражданский кодекс дает аж полгода, шесть месяцев для того, чтобы вы пришли немножко в себя, но все равно прийти к нотариусу надо. Независимо от того, как вы считаете, приняли ли вы это наследство, надо. Многие вот путают, что после полугода надо приходить. Еще раз оговорюсь, надо прийти до шести месяцев к нотариусу с документами, подтверждающими смерть вашего родственника или близкого человека. Нотариус проверит документы, посоветует вам, проконсультирует. Соответственно, вы не попадете в ситуацию, в которой вам надо потом уйти в суды, доказывать свое право на это наследство. И, соответственно, спокойно оформите это наследство, получите документы, зарегистрируете их и будете полноправным собственником. Татьяна Вячеславовна, спасибо вам большое за разъяснение. Удачи вам в работе. Спасибо большое. Конечно, нам всем не хочется думать о смерти любимых и близких нам людей, но, к сожалению, смерть – это часть жизни. И после потери близкого человека жизнь продолжается. И лучше, чтобы она, как и память об умершем, не была обращена безобразными спорами о наследстве между родственниками. Для этого, кроме нашей собственной культуры, есть еще юридическая теория, практика и отделение нотариата. Это была программа «В центре». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин